Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Творческая Мастерская на ОТВ с вами Полина Бахова. Мы очень рады видеть вас после новогодних праздников и готовы радовать вас новыми идеями и бесконечным творчеством. Наступил год тигра. Тигр, как известно, животное очень яркое, динамичное, достаточно агрессивное, поэтому и год, говорят, будет соответствующим. Он будет полон ярких событий. Но в каждом доме обязательно должен быть символ этого года. И сегодня мы будем делать игрушку тигра, но не простого, а полезного, потому что это будет маленькая подушечка. Итак, для нашей подушки игрушки нам понадобится мягкая ткань любого, любой расцветки, прямоугольной, либо квадратной формы. И это будет туловище игрушки. Сразу в два слоя можно вырезать. Также нашему тигру, конечно же, нужны лапки. Я сделала вот такие заготовочки, мягкие, пухленькие. И прошиваем, прокладываем строчку, соединяем две части лапки и набиваем их синтепоном. Примерно показываю, как это делать. Можно проложить строчку с внутренней стороны, можно прямо по лицевой стороне. Это тоже будет на такой ткани смотреться очень красиво. Если ткань тоненькая, то лучше, конечно, стачивать детали с изнанки и потом выворачивать на лицевую сторону. Форма лапок может быть совершенно любая. Здесь уже на ваш вкус. У меня с пальчиками. Аккуратненько по контуру сострачиваем детальки. Делаем закрепочки. И заполняем синтепоном. Убираем немножечко лишнее с краев. И наполняем наши лапочки, чтобы они были пухленькими. Соответственно, нужно две ножки у тигра. Две, две как бы ручки. Так, заготовки лапочек у нас готовы. Теперь нужно сделать самую яркую часть у тигра. Конечно же, полосочки. У нас есть лицевая сторона и изнаночная сторона у этой ткани. И спинка, и перед. Вот я сделала уже со спинки вот такие полоски пришила. Они также вырезаются из ткани, но, соответственно, другого черного цвета. И прямо сверху нашиваются. Можно в цвет ткани бротнить. У меня она отличается и тоже смотрится очень красиво и необычно. Итак, это у нас спинка. Чтобы сделать лицевую часть подушки-игрушки, здесь, конечно, нужно затратить больше времени, потому что у тигра нужно сделать личико. Для этого мы берем также белую ткань, розовую или черную, чтобы вырезать вот такие глазки и носик. Форма может быть совершенно любой. Я решила сделать все у нашего тигра такое большое, пухлое, чтобы он был достаточно веселый. Можно сделать в глаза в форме пуговиц, можно в форме бусин. И располагаем вырезанные детали там, где нам нужно, чтобы получилась личика. И пришиваем их к основной части. Также прямо строчкой сверху аккуратно, отступая буквально миллиметр от края, чтобы получилась у нашего тигра веселая мордочка. Так, основную часть глазиков мы притачиваем. Но это еще будет не завершающая часть. Так, глазки у нас уже на нужном месте. Убираем ниточки. И прямо под глазками располагаем носик. Кстати, носик можно также сделать, такой небольшой кусочек синтепона вложить и пришить прямо с ним, и тогда носик будет немножечко выделяться. Это будет тоже достаточно мило смотреться на игрушке. Так, пришиваем по контуру. Так, носик и глазки уже есть. Теперь нашей мордочке не хватает ротика. Для этого я предлагаю сделать вышивку под носиком. Буквально несколькими стежками можно сделать ротик. В зависимости от того, как мы прокладываем стежки, будет веселый тигр или грустный, может быть серьезный, сердитый. И я бы сделала все-таки тигру усы. У нас получился, по-моему, тигр озадаченный. И такими же буквально несколькими стежками делаем тигру усики с одной стороны. Для этого нужна обычная нить, лучше в несколько слоев, чтобы они четко выражались. Так, с одной стороны усы. Три стежка. И также с другой стороны. Еще три стежка. Раз. И последний. И останется нашей мордочке немножечко доработать глазки. Можно вышить реснички. Мы же сделаем только зрачки из бусинок. Так. Вот уже получается у нас веселый, такой озадаченный котище. Берем еще немного черной нити и подбираем для наших глазиков две бусины нужного размера. Я думаю, что вот эти вполне подойдут. С изнаночной стороны мы всегда оставляем узелок. Один зрачок и другой. И на лицевой части игрушки нам не хватает, конечно же, тигриных полосок. Я уже вырезала готовые из мягкого материала. Мы располагаем их так, как нам хочется. С одной стороны, с другой. Примерно вот так. и пришиваем. Их может быть, конечно, больше. Здесь уже как нравится каждому. И осталось с другой стороны. Таким же способом мы пришиваем полоски и на спинке. Я сделала уже. заготовку, но делается она точно так же. Вырезаем полоски и нашиваем. Все. Полоски готовы. Нам остается лишь соединить все детали. Для того, чтобы соединить верхнюю и нижнюю часть, для начала я советую прикрепить лапки. распределить их там, где нам нужно. Так, получается, у нас лапки подлиннее, ножки покороче будут. И прям пришиваем с одной стороны. Тогда будет легче потом соединять все вместе. с другой, с противоположной. Это у нас ручки. И так же ножки. И теперь лицевой стороной вовнутрь мы соединяем наши заготовки. Лапочки тоже лежат внутри. Можно скрепить булавками, чтобы ткань не съезжала. хотя бы с нескольких сторон. И прокладываем строчку, не забывая оставить отверстие для того, чтобы потом вместить в эту заготовку подушку, либо набить сразу ее синтепоном. можно так же вшить в молнию в этот чехол заготовленный. Тогда можно будет его снимать и стирать. Так, я, наверное, оставлю отверстие внизу. Соединяем. Делаем обязательно закрепку. Так, две части, уголочки. так. Так, останется только сделать нашему тигру ушки, но для этого я покажу, как они делаются особым способом. Это же подушка. Так. Сточали две детали. Делаем закрепку. Оставили внизу отверстие. Итак, выворачиваем, смотрим, что у нас получилось. вот какой забавный тигрища. И ушки нашего тигра мы делаем прямо из этой же заготовки, просто отстрачивая треугольнички. Получается у нас сразу же ушки сразу на подушке. Так, осталось нам заполнить подушечку. У меня есть уже готовая такая маленькая подушечка, можно сразу наполнять синтепоном. распределяем нашего тигра. Так, и вот такая подушечка и остается только застрочить внизу. Если мы не вшили молнию, тогда мы прям застрачиваем, можно вручную потайным швом. Строчку будет почти не видно. Делаем закрепки. Убираем лишние нитки. Тигр наш почти готов, но какой же тигр без настоящего тигриного хвоста? мы прикрепляем его сзади. Можно на красивую булавку с бантом можно пришить. Можно по тайной строчке пришить. Намечаем место, пришиваем хвост по тайной строчке. и наша подушка тигр символ года готов к использованию. Мы желаем, чтобы в наступившем году было место не только работе, ярким событиям, впечатлениям, но и отдыху вот на такой прекрасной подушке. увидимся в следующих передачах на ОТВ. До свидания.